Школа выживания. В Шиелинском районе Казалардинской области состояние учебного заведения угрожает жизни более 300 детей. Здание построено почти полвека назад и сейчас находится под угрозой разрушения. Родители детей возмущены, а чиновники лишь обещают устранить проблему. Наш корреспондент Жанна Алпыспаева разбиралась в проблеме. В Янбекши казахской школе почти полвека. В любой момент она может рухнуть, говорят местные жители. Здесь обучаются более 300 детей. В образовательном учреждении потрескавшиеся стены, дырявые полы и старые печи, от которых зимой никакого толку, жалуется Эльвира. Она тоже выпускница этого учебного заведения. Школа старая, холодная. Зимой дети сидят в варежках, углем воняет. Всю зиму их от гриппа лечила. Нет в школе и питьевой воды, говорят жители. Но несмотря на это, признавать аварийность ветхого здания чиновники не хотят, утверждают родители школьников. Директор учебного заведения от комментариев отказался. Я, если честно, ничего не хочу комментировать. Я вас не звал. Сами что хотите, говорите. Местные власти обещали построить новую школу два года назад. Однако закладка первого кирпича начнется только в этом году, уверяют в Акимате. Из республиканского бюджета на строительство школы выделено 449 миллионов. Будем строить 300-местную школу. Сейчас проводится тендер. И через месяц будет объявлен победитель, тогда и начнется строительство. По словам чиновников, школа будет сдана в эксплуатацию в конце этого года, в канун новогодних праздников. Жанна Псбаева, Кайрат Рабаев, Казлардинская область.